Эксперт прокомментировал слова в радио о последствиях разрыва отношений с РФ. Радио. Спутник. Эксперт прокомментировал слова в радио о последствиях разрыва отношений с РФ. 10-15. Фотолия. Микайл Марковский. Независимости на Майдане и незалежности в Киеве, Украине. Фотолия. Микайл Марковский. При разрыве отношений с Москвой Киев останется без помощи с Востока, заявил депутат Рады Вадим Рабинович. Комментируя это заявление в эфире радио «Спутник», политолог Сергей Козлов отметил, что окно возможностей для налаживания отношений может оказаться так и неоткрытым 7 мая, 9.37 эксперт, потери Украины от разрыва связей с РФ больше, чем считают в Киеве на Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Эти пощеты прокомментировал в эфире радио «Спутник» эксперт Дмитрий Солонников При разрыве отношений с Москвой Киев останется без помощи с Востока, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 Украина Политик подчеркнул, что необходимо восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ Но это ни в коем случае не означает, что мы должны разрывать отношения с Западной Европой и американцами, уточнил Рабинович Я хочу дать один совет команде Зеленского «Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко из Запада и с Востока», заключил он В эфире радио «Спутник» политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала «Ранхикс» при президенте РФ Сергей Козлов прокомментировал это заявление Мнение Вадима Рабиновича о поддержании отношений с Россией, безусловно, является правильным Россия по-прежнему остается главным торговым партнером для Украины Но среди украинских политиков, украинского истеблишмента это мнение, к сожалению, разделяют не все Идущее сейчас переформатирование руководства Украины открывает определенное окно возможностей для налаживания отношений Однако существует достаточно серьезное опасение, что та политика, которую украинское руководство проводит в отношении России, сохранится и при новом президенте, считает Сергей Козлов Вчера, 16 однополитолог, заигрывание Зеленского с националистами приблизит крах Украины Глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович призвал избранного президента Владимира Зеленского присягнуть на верность националистам Политолог Наталья Макеева в эфире радио Спутник рассказала, какими могут быть последствия реализации этого совета